Всем привет, друзья! С вами как всегда Дерзенов Матвей. Вы видите новый загрузочный экран, а это обозначает, что в игре Быстримс вышло новое июльское обновление, о котором я и расскажу вам в этом видео. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если видео еще нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на моем канале, ну а я уже не буду тянуть и давайте начинать. Стандартно я начну с разбора новых стилей и в этом обновлении в игру вышло 6 новых несезонных стилей, что конечно в сравнении с майским обновлением мало, но в принципе это вот такое стандартное число, если учитывать, что есть еще два сезонных, в целом выходит 8 стилей. И первый стиль у нас для Вилберта, усталый Вилбург, это вот такой типа отец, у него завязаны косички, он с чашкой кофе, с игрушкой и раскачивается от усталости. Если честно, мне внешний вид уже не очень нравится, интересно, что у него в плане анимации. Начиная с этого обновления вы сможете сыграть с переоцененным чедом. Вот такой вот собственно есть стиль, возможно когда-нибудь выйдет кто-нибудь недооцененный, но если честно, этот стиль мне не очень нравится, действительно тут название совпадает с этим стилем. Он во-первых маленький, во-вторых неприметный и в стиле нет ничего особенного. Следующий стиль у нас для Галли и называется он Салага Галлия и вот этот стиль вы сможете выиграть бесплатно в турнире чемпионов, но внешний вид очень странный. Надувной круг в виде розового фламинго, ласты, плавательный костюм и очки и еще описание, ни в коем случае не лезь в воду с Салагой Галлией. Странный реально стиль. Четвертый у нас для Биберта и вот это уже реальная имба. Называется он неуклюжий Биберт, но внешний вид очень годный и мне кажется этот стиль могли запросто назвать недооцененным Бибертом. Если у него окажутся хорошие анимации, этот стиль может стать лучшим для Биберта. И последние два новых стиля у нас для Зеленых Жуков. Номер один для Лаполеона Чемпалеон. Он выигрывался в событии с коллекционированием браслетов у Букашичей Дружбы. Вам нужно было снова обставлять комнату и можно было бесплатно выиграть вот такой вот стиль. Внешне вид имбовый, анимации я затестил. В принципе неплохие. В общем супер стиль. Второй Джин Визгун. Он выигрывался бесплатно в турнире чемпионов. Неплохой стиль, но только не для Джина. Ведь у него есть реально легендарные стили. Лепрекон Джин, песенный Джин, шут Джин и победитель Джин. Это ну просто очень мощные стили и этому Визгуну с ними ну никак не сравнится. Новые стили. Все, но есть несколько хороших новостей и одна из них Заха в синих джинсах начала стоить 100 золота. Хотя в тот самый момент она еще там была вот в этой специальной какой-то акции за 10 долларов. Ее можно было купить за деньги и одновременно за золото. Но это не самая главная новость июльского обновления. Дело в том, что некоторые старые стили были вот в акции с марками и потом их никак нельзя было выиграть или купить за золото. Но начиная с этого обновления, соседушку Лося, волшебника Бо и Трилыко можно купить за 100 слитков и выиграть в разных событиях. Это ну просто бомбическая новость. Разработчики стали менее жадными и вот это вот нововведение, да скажем вот такая новинка, это вот изменение делает июльское обновление одним из лучших в плане стилей в 2024 году. Вот действительно. Не самое максимальное в плане стилей, хотя если учесть эти стили со всеми сезонными и несезонными этого июльского обновления, выходит столько же стилей, сколько и в майском, собственно говоря, 11. Но, к сожалению, некоторые из стилей все еще недоступны для распродажи. Это Дарт Купидон, Веселая Юйо и Темпер Красная Дорожка. Хотя странно, ведь стиль для Темпера вышел раньше, чем для Трил и для Трил уже можно купить за золото и выиграть, а для Темпера нет. Возможно, у разработчиков есть какая-то своя логика. В стиле все, теперь события, хотя здесь не было ничего особо интересного, за исключением нескольких. Вот, например, я говорю о дороге ностальгии. Это чисто вот это вот событие с 3D-кубиками, ну, как бы окей, да, вы могли выиграть либо золото, либо стиль. Затем яблоко для пирога. Это было событие с пиньятами, кстати, очень легкое и всего на три дня, но можно было выиграть стиль золота. Затем Веселый Июль. Это было вот это новогоднее событие с кубиками, Рождество в июле. Затем украшение для комнаты наград. Это было вот это вот событие с Лаполеоном, вот этим новым стилем, чем Палеоном. Сейчас идет событие горя спортсмены, вот это вот опять с 3D-кубиками, и потом мы с вами сможем сыграть в потерю равновесия. Возможно, в этом событии мы сможем выиграть этот вот новенький стиль для Биберта. Вот, собственно, и это событие горя спортсмены. Награды слабые, аналогично, как в сундуках, вот так и за уровень. Финальная награда, естественно, золото с другими наградами, либо стиль жука. Новый мир выпущен не был, скорее всего, разработчики это уже сделают где-то в сентябрьском обновлении, вряд ли в августовском, из-за того, что еще тут, ну, уровней как бы немало осталось, но в сентябрьском, я думаю, нам уже выпустят этот новый мир. Надеюсь, из этого леса мы наконец-таки с вами выберемся. Ну что ж, друзья, вот я и рассказал вам в июльском обновлении в игре Best Fins. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если ее еще нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на моем канале. Ну а с вами был Рязанов Матвей, всем до новых встреч и пока-пока!